Звезда реалити изменила внешность при помощи пластических хирургов и покинула Дом-2, заявив, что ей надо двигаться дальше. За периметром Алена Рапунцель рассталась с Максимом Колесниковым, с которым в итоге переспала в клубе. Что еще известно об амурных делах брюнетки? За периметром Алена стала встречаться с солистом группы Тайпан, известной своим хитом «Луна не знает пути» Валентином Курносовым. По словам артиста, Рапунцель с первой встречи вела себя очень откровенно, но это не помешало тому, что у него вспыхнули чувства к ней. Наше знакомство началось с того, что она обратилась к моей команде и ко мне лично с просьбой записать песню. Я согласился и стал учить ее петь. Ей тяжело это давалось. Скажу больше пения не для нее. Во время второй встречи она предложила мне потрогать ее силиконовую грудь. Я очень удивился этому и отказался. Так получилось, что не я ее добивался, а она сама пыталась привлечь внимание к себе. Да, она мне нравилась, но я держал дистанцию. В итоге все у нас закрутилось. Я даже со своим продюсером поругался из-за нее, поделился Валентин. Вслед за любовью пришло большое разочарование. На шоу Бородина против Бузовой на ТНТ Рапунцель вдруг стала отрицать отношения с Курносовым. «Валентин жил у меня месяц в Лыткарина, и я видел, как развивались их отношения», — подчеркнул эксперт шоу Илья Саглиани. «Меня пригласили как эксперта на шоу Бородина против Бузовой, и на съемках мы сильно поругались с Аленой, так как я просто сказала о том, что у них были отношения с Валентином. Она решила спасти свою репутацию обманом и в результате потеряла дружеские отношения со мной. Сам артист в шоке от поступков молодой мамы. Мне кажется, что Алена — девушка легкомысленная, но ей не хочется, чтобы ее хейтили за это, поэтому она и не рассказывает о своих связях, за исключением тех, что были на Доме-2, ведь их не скрыть. Почему она переспала с Колесниковым после расставания? Ну это очевидно. Алена как-то жаловалась мне, что у нее падает активность в Инстаграм, поэтому она, наверное, приняла решение вернуться на реалити-шоу. «Я считаю, что Алена надеется возобновить отношения с Максимом, ведь он для нее — билет на телепроект», — продолжил музыкант. Хоть роман Алена и солиста группы «Тайпан» длился недолго, но за это время он уже успел прикипеть к ее сыну Богдану. «Я мог остаться с ним на пару часов, пока Алена снимала контент для соцсетей. Я выручала ее, а в итоге она приезжала лишь к утру в пьяном состоянии. Я не раз говорил ей, что все это может плохо кончиться. А еще у Алены есть звездная болезнь и мания преследования, я бы так это назвал. Ей кажется, что все с ней лишь ради ее Инстаграм. Но я пытался объяснить, что это далеко не так, а она никакая не королева», — отметил Валентин. Субтитры создавал DimaTorzok